Здравствуйте! Сегодня с вами я, известная колдунья и сновидящая Татьяна Московская. И сейчас предпраздничные предновогодние дни. Я всегда говорю, переход годов считается 40 дней до Нового года, 40 дней после Нового года. И всем влюбленным, которые еще не смогли вернуть своего мужа, или еще не встретили свою вторую половинку, это самое сильное в году время, когда делаются самые мощные магические ритуалы. Все духи-помощники ходят по земле в этот период. От миллиона людских желаний, которые под Рождество, под католическое, под христианское Рождество, под Новый год, желали из года в год всегда, чтобы болезни отошли, чтобы разлука с любимым отошла, безденежье, чтобы какие-нибудь неприятности по детям, по работе, да, все плохое отошло. И от миллиона людских желаний образуется мощный энергетический поток, попадая в который все приворотные обряды, или там обряды на деньги, обряды снятия порч, снятия венцов, безбрачия, чужих приворотов, срабатывают мощно на 100%. Ко мне обращаются люди с разных городов, да, которые хотят изменить что-то в жизни. Сразу говорю, что помощь моя платная, да, как бы если вы просто хотите, чтобы бесплатно я просмотрела ситуацию, то лучше мне не звонить, не отвлекать мое время, потому что если вы заглянули в потусторонний, ну, как мир, да, в свое будущее, всегда духи помощники, они добирают здоровьем, или моим, или вашим, поэтому бесплатных гаданий не бывает, бесплатное только у беса. Если вы хотите у меня погадать по телефону, это стоит эконом гадания, например, чтобы подобрать обряд, или почитать мысли любимого на расстоянии, что у него в голове, что в его планах, 1000 рублей. Если вы хотите хорошее гадание, это я еще дополнительно смотрю, например, его отношения с другими партнерами, надолго ли он с соперницей, или быстро он с ним расстанется, это 2000 рублей стоит. Самые сильные гадания по телефону как раз вот сейчас, в предновогодний период, на переходе готов. Так и девушка Лариса обратилась ко мне из города Владивостока. Ларисе 32 года, прожили они с мужем 2 года, и он на 3 года ее старше, и уехал он на вахту, его зовут Николай, и нашел там другую женщину. И как бы уже подошло время, подошло с вахты возвращаться, но он не возвращается. Как будто бы говорит, что еще там за кого-то остался работать. Мы с Ларисой провели предварительно гадание по телефону, потому что перед приворотом, вот как врач посылает на анализы, и я всегда сначала смотрю, что там на самом деле, врет, не врет, что падает, будете, не будете вместе. Вчера мы с ней провели такой сеанс, и гадание показало, что ни на какой вахте Николай не находится, а находится он в соседнем районе у новой возлюбленной и обманывает Ларису. И хорошо, что Лариса как бы не затянула ситуацию, как бы только-только. А многие уже звонят, когда уже затянута ситуация, уже дали возможность прижиться своему любимому к новой возлюбленной. Ну и в таких тоже иногда как бы можно помочь, да, если есть такое в магии понятие точка невозврата, если она еще не пройдена, эта точка невозврата. Вообще привороты, я всегда говорю, можно делать до года, но каждый день влияет на скорость возврата. Если он вам нужен, если нету сил его выкидывать, да, то как бы звоните, обращайтесь ко мне, к колдуньи Татьяне Московской, потому что сильнее меня вы вряд ли кого-то найдете. Я настолько люблю свою работу, настолько вкладываю всю душу, да, в мою работу, что недовольных у меня не бывает. Если я взялась вам помогать, то это стопроцентная гарантия, что у вас будет благополучный исход вашей ситуации. Но предварительно я, конечно, смотрю. Смотрите, я попросила Ларису прислать мне по WhatsApp фотографию Николая, прислать фамилию, имя, отчество Николая и фотографию, и фамилию, имя, отчество Ларисы. Берем чашу, кладем туда фольгу. Именно вот фольга, она как бы отражает энергию. Нам надо, чтобы энергия любви Ларисы, желание, да, остаться с ним на всю жизнь, иметь семью крепкую с Николаем, как отзеркалило. Зажигаем три красные свечи. Обязательно свечи должны быть приобретены именно для этого случая. Можно даже, чтобы усилить эффект, на каждой свече иголкой написать. О, смотрите, падает, как бы вот, ну, как знак идет, да, какая-то помеха, как падает, как будто бы хочется скочить Николай. Как бы свечи красные, это проводник энергии. То есть, его желание, ну, можно этот знак растрактовать, что он хочет слиться с этих отношений, потому что немножко даже пролился. То есть, вот сюда мне воск накапал. Лучше иметь восковую свечу. Воск, он живой материал, нежели парафиновый, мертвый. Если получится у вас купить красные восковые свечи, их обычно продают на Пасху, на какие-то, ну, рождественские святые праздники, то лучше будет, ну, восковые церковные. И написать Лариса плюс Николай равно любовь иголочкой на каждой свече. Берем белую бумажку, пишем имя, фамилию, отчество, дату рождения, так как эти данные содержат код судьбы, да, Ларисы. И ниже, вот фамилия к фамилии, имя под именем, отчество под отчеством, дата рождения под датой рождения, точно так же пишем фамилию вашего возлюбленного. Если у вас есть какой-то биоматериал, например, волосы, ногти, то заворачиваем в этот бумажку, вот, если в другом городе, как бы это невозможно, да, но можно так же фотографию волос, да, вот, например, срезали с фотографии, вот, как бы изображение волос, накрошили вместо волос свои, можете, как реальные волосы. Заворачиваем биоматериал или изображение фотографии, или код имени тоже, да, вот, ну, как, если совсем там нет фотографии. И, значит, поджигаем спичкой еще одну церковную свечу, она обязательно должна быть восковая. Зажигаем свечку. Как бы свеча, это проводник энергии мощный, да, как вот, как обращаются к Богу, тоже зажигают свечу, чтобы высшие силы услышали. Нужно еще зажечь как можно больше, как огня, вот, я даже как у камина это делаю. Если там нету, возле газовой плиты зажгите огонь. Вот, в доме никого не должно быть. Лучше, если это делать понедельник, среда, пятница, в такие дни, в первой половине дня, пока солнце идет на рассвет, а не на закат, да, нам надо, чтобы любовь Николая расцвела, а не угасла. И поджигаем, значит, вот этот вот комочек, да, с нашим биоматериалом. Некоторые, ну, как бы, тоже вот как умудряются сперму, даже мужскую, как бы собрать еще будет сильнее. Зажигаем спичку от красной свечи, видите, как вспыхнуло, значит, хороший знак. Не все еще потеряно. И поджигаем. Смотрим, огонь горит ярко, то есть хорошо у нас Николай приворот возьмет. И над огнем шепчем с придыханием. Как эти волосы крепко соединены, так и ты, Николай, будешь крепко привязан к рабе Божьей Ларисе. До тех пор, пока этот комок никто не растеребит, до тех пор и тебя, Николай, от рабы Божьей Ларисы никто не разлучит. С этого раза, с моего наказа, как сказала, так тому и быть. Еще смотрим, ну, как комок, то есть, вот смотрите, он как вот, как единое целое, да, слепился. Вот бывает, например, сожгешь бумажку, она на множество мелких кусочков, то это плохой знак. Вот, даже вот изображение, если присмотреться, курочку напоминает. То есть, приворот Николай взял хорошо. И вот я всегда говорю, самые сильные привороты читаются 40 дней. За один раз никто еще никого не пробил. И я еще всегда говорю, если вы решились на приворот, нельзя делать приворот самостоятельно, потому что вы не умеете защищаться. Как известно, да, без защиты никогда не следует делать привороты, ибо можно нанести вред привороженному. Он может начать сохнуть, пить, болеть, у него могут сократиться жизненные сроки, он может начать наркоманить. И также может, если делать самостоятельно, он получится бинарный. То есть, Лариса может приворожить себя вместо любимого и будет сама еще больше страдать, а на него не произведет ни малейшего эффекта. Вот самые хорошие привороты, которые делаются 40 дней. 40-дневная работа стоит у меня 30 тысяч рублей. Это я беру недорого. Один обряд, то есть 750 рублей. Сейчас в России такие расценки у магов, что меньше тысячи ни один сеанс не стоит. Вот все самые сильные 100% привороты, это 40-дневные. И все самые сильные привороты на переходе годов, самый сильный период, пока духи-помощники по земле ходят. Поэтому, если у вас что-то случилась беда, если ушла любимая, ну, навряд ли мой опыт 20-летний показывает, что кто-то вернулся. Потому что любовь – это необратимый процесс. Если уже пошли эмоции к другой женщине, да, у Николая, ну, с какого перепуга вдруг он влюбится снова в бывшую Ларису, да, если человек уже принял решение, уже врет, уже говорит, что он на вахте и переехал, да, сам к другой женщине и скрывает, то, конечно, в такой ситуации, если вы без него жить не можете, то обращайтесь. Ко мне можно обратиться по телефону. Плюс 7-965-322-69-61. С вами была я, известная колдунья и сновидящая Татьяна Московская. Этот же телефон, он же у меня WhatsApp, Viber. Ну, я использую WhatsApp, Viber только для сброса фотографий или для общения с другими городами, да. И если вам мое понравилось видео, то подписывайтесь на мой канал YouTube и обращайтесь ко мне за помощью. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok